друзья приветствую вас это календарь давайте рассмотрим какие значимые события были в конце прошлой недели и какие события будут на идее на неделе которая наступает которая первая весенняя неделя так на смотрите вот четверг 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 в основном было более или менее адекватная стата по сша базовые заказы на товары позитивные ввп в пределах нормы но единственно дефлятор дефлятор оказался чуть меньше но это не столько критичный показатель первый тревожный звоночек это число первичных заявок на получение пособий к безработицы чуть-чуть выросла но это не сказать что это прямо вот совсем как бы плохо но это может быть первым звонком о том что экономика сша она будет показывать спад так далее индекс разрешенных продаж на рынке недвижимости она вообще как бы чудесная ну и кстати это достаточно удивительно потому что зима а индекс получается позитивный так далее в пятницу была позитивная информация по изменению количество безработных германии так а вот дальше 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 у нас пошло по америке но по америке в принципе нормальные показатели выходили по большей части там индекс деловой активности пеймай в чикаго то есть как один из ключевых показателей там речь члена фрс была из которой можно предположить что возможно будет ближайшее время рассмотрена инициация количественного смягчения в том числе снижение процентной ставки так вот индекс ожиданий вышел не очень сильно хуже но похуже в целом как бы по пятница здесь особо вопросов нету все более или менее никаких таких критичных моментов не возникало так давайте посмотрим что у нас буровые установки но они как бы держатся в пределах 670 690 активные далее то что касается спекулятивные позиции понять видите они выросли выросли спекулятивные позиции по нефти и вполне как бы закономерно что в начале новой недели мы с вероятностью 80 70 процентов увидим корректирующий отскок наверх по нефти очень высокая корреляция показатель растет то и нефть скорее всего тоже будет отскакивать по золото но золото в пятницу ливанули как бы тут есть разные предположения почему ливанули кто-то считает что идет перекладка то есть просевший рынок акций перекладываются большие деньги золотые жуки распродают золото и соответственно покупает падеж и дешевшие акции я думаю здесь более прозаичная причина пошли маржин колы из-за проседания рынка там есть в штатах определенный лаг между тем как наступает недостаток покрытия и соответственно там помогим или два дня дается для для внесения суммы вот и как раз как бы в пятницу видимо позиции до закрывали то есть продавали золото у кого было золото для того чтобы внести обеспечение избежать маржин кола и как вариант конец недели фиксировали прибыль золотые жуки и жучки и поэтому золото распродавали она так просила феерично так вот смотрите тут есть и позитивные данные выросли ланге по индексу nasdaq и по индексу smp то есть видите здесь как бы получается делают ставку на то что на новой неделе будет отскок по американским индексом тут конечно не все совсем гладко мы создали с вами посмотрим чем здесь есть загрузка 1 определенная но тем не менее это общем то достаточно существенный положительный знак что во первых по нефти нарастили позиции по американским индексом далее но бразилия нам особо не интересно по рублю но вот ланги по рублю немножко подрезали то есть но тем не менее сейчас идет тренд на снижение позиции в рублевых активах вот и рано или поздно это приведет наверно к тому что мы увидим негатив для российской валюты но пока все в пределах нормы то есть да там он скаканул но особо как бы в рублях позицию как вы видите не разгружают держит ее в том размере в котором она ранее была там ну чуть-чуть срезать совсем немного так что у нас дальше количество чистых спекулятивных позиций по евро вот здесь идет рост шартов то есть получается евро шорти посмотрите вот здесь если мы посмотрим график позиции по евро то мы увидим что последнее время идет наращивание шартов и при этом вроде как последнее время и евро растет к доллару то есть тут либо идет просто хеджирование позиции евро в их при переходе в евро или же мы чего-то не знаем грядет но какая-то корректировка мощная по евро вам активом я думаю вот этот сценарий пока маловероятен скорее вот такой рост шартов по евро связан с тем что хеджирует риски при переходе в евро евро вы актив так мы вот что у нас здесь по китаю сегодня в ночь вышла статистика весьма и весьма удручающий чайность композит и май комплексный индекс просел аж почти в два раза с 53 до 28 9 индекс деловой активности производством секторе ожидалось что он просядет в районе 10 процентов он просил на 30 40 процентов видите с 50 рухнул на 35 и 7 то есть вот это конечно фактор крайне негативный и в понедельник он может самым неблагоприятным образом отразиться на открытии рынков то есть вот смотрите с учетом вот всех этих характеристик позиций по сотам с учетом скажем так анализа графиков я могу вполне предположить что на следующей неделе мы увидели увидим или увидели бы отскок вверх но вот эта цифра она она прямо выбивает почву из-под ног что во первых он вышел такой маленький потому что как ни крути в китае все завязано на деловой активности производством сектор это крупнейший экспортер то есть он берет сырье добавляет определенную прибалочную стоимость не самую большую потому что там скажем так технологии привезены извне большая часть до сих пор западных стран и производит товары с высокой прибалочной стоимость который продает поэтому этот показатель его падения он конечно очень удручающий и второй момент деловая активность не производством всех видите как упал она еще сильнее упала то есть вот эти вот цифры которые по китаю вышли в ночь на субботу они конечно могут следующую неделю сделать еще жарче чем та которая прошла но если мы даже посмотрим график индекс деловой активности пром секторе китая видите здесь какая штука получается он все время был в районе 50 процентов и тут бах и падение но вы знаете здесь на самом деле ситуация она не такая прям вот однозначная я я вот так считаю что не раз там наступил наступила некое это самое событие которые в силу там вот этой инфекции я вполне допускаю что поскольку как бы в китае там достаточно ну тоталитарная система скажем прямо они могли длительное время вот этот показатель поддерживать на определенном уровне то есть вполне может быть что этот показатель он уже давно падал и давно проседал насколько торговые войны со штатами идут там уже как бы его как вариант вообще раздавили и придавили а здесь когда уже все белыми нитками шито и скрывать ничего нельзя можно сказать что вот где наступила великая пандемия у нас все остановилось и все упало то есть я думаю что достаточно есть приличная доля вероятности того что вот этот снижение которое произошло оно как бы суть его связано не только и нисколько с так называемые вот этой ситуации инфекционной она связана с тем что здесь просто была рисованная статистика и тут ее уже просто невозможно стало скрывать и на самом деле вот здесь где-то отсюда тренд такой нисходящий должен идти тут уже все по вылезала и поэтому как вариант то есть в один момент все это вскрылась и обнаружилось вот я это к тому что ничего так просто не все так однозначно как это все заявляется в официальных средствах массовой информации тем более там где ну скажем так есть определенная доля тоталитарности так давайте теперь рассмотрим какие события нас ожидают на предстоящей неделе первое весеннее мартовская неделя но здесь с утра до открытия нашей площадке выйдет индекс деловой активности производственном секторе по данным каяксин но они прогнозируют тоже снижение приблизительно такие же величины там с 50 на 46 как этот индекс который вышел в ночь с пятницы на субботу скорее всего здесь тоже будет фактическое снижение но это просто наиболее вероятность сына и по меньшей мере было бы странно если там те индексы показали там снижение до 3530 а здесь он останется тоже в районе 40 46 поэтому здесь скорее всего будет снижение вопрос только в том как китайский рынок отреагирует на то что вышли такие индексы с одной стороны как бы мы видим обвал производственной активности в китае видим но не факт что обвал произошел вполне может быть что этот обвал он просто ретушировался какое-то время и сейчас конце игры в покер открыли карты вот и оказалось что там на самом деле флеш рояля то и нету и поэтому реакция здесь может быть разная то есть вообще как бы при нормальных условиях конечно как будто этот индекс я так думаю где-то будет 3540 его озвучит и после этого вот какая будет реакция это большой вопрос потому что с одной стороны выход плохого такого индекса и который хуже прогноза но он не может быть такой же как прогноз или даже лучше потому что те индексы уже вышли плохими то есть если здесь не будет провала означает что то статистика которую дает другое ведомство в китае с пятницы на субботу там они получается ложь то есть у них одна рука не знает делать что другая что для такой страны вообще для любой страны тем более для восточной азиатской страны где общем то ну такие вещи как там честь и достоинства это не пустой звук но это это просто недопустимо поэтому скорее всего вот этот реальный фактический показатель будет 3540 тоже ниже дальше возникает вопрос какая будет реакция на все это с одной стороны как бы провал на что мы не знали что там провал весь мир как бы полыхает что в китае там закрыты заводы фабрики но все как бы ожидает что там вообще просто в ночь уйдет поэтому даже не на 50 процентов упала поэтому в принципе можно вздохнуть сказать ничего страшного не произошло и продолжить отскакивать вот поэтому здесь вот у меня большой вопрос как поведет себя китайский индекс на самом деле я думаю если китай на это бурно не отреагирует и не провалится в районе как бы ну плюс-минус там изменений нуля будет торговаться я думаю что и на остальные рынки вот это негативная статистика она наверно все таки но большого негатива не привнесет потому что это связано с тем что эта тема нужно просто настолько обшарпана и все как бы в курсе что там и в китае все якобы остановилась и логистические цепочки нарушены ну тут можно сказать что слава богу не на 50 процентов провалилась вот на самом деле посмотрим что будет как закроется китай я думаю высока вероятность что несмотря на весь этот негатив мы как бы особого такого провала можем и не увидеть но я не провидец поэтому мне мне кажется то у меня есть такое ощущение что эти цифры они сильно не повлияют но я могу ошибаться надо все-таки посмотреть как закроется китай в понедельник и исходя из это уже ответственно формировать свою позицию потому что если он закроется хорошо я думаю высока вероятность отскока и по америке и по нам если все-таки китай будет падать тогда скорее всего ну повалимся и мы и америка и все на свете здесь еще есть такой косвенный показатель того как от торгуется завтра китай но мы его с вами обсудим завтра воскресенье или в понедельник с утра сейчас я пока не буду его обозначать так что у нас дальше идет в понедельник у нас индекс производственной активности пималь предыдущий индекс по российской федерации 9 шов накануне открытия российского рынка предыдущий пималь 47 9 это общем-то плохо если пималь ниже 50 процентов это всегда плохо это говорит о рецессии в экономике здесь как бы скорее всего ну его может быть и нарисуют получше и побольше но на самом деле как бы не ощущается никакого скажем так позитива вот но в принципе если его покажу старейшую думаю побольше пока что 49 может быть 50 даже подрисую вот и на фоне этого может быть дополнительный позитив для наших рынков но здесь спрос сами понимаете вроде как у нас январе там новое правительство которое типа успешно работает поэтому принимаем просто политический долг надо показать побольше вот и заодно это самое посмотрим проверим насколько коррелирует с реальностью эти показатели так дальше в 155 деловой индекс деловой активности в промсекторе германия смотрите вот это тоже очень важный показатель но вот эти европейские особенно немецкие индексы которые ну формируются дотошными немцами они в наименьшей степени не несут в себе какие-то искажения неточности и завышения то что там все открыто система прозрачная и вот эти все рисования они конечно есть они везде есть но они по сравнению там с тем же китаем или другими аналогичными государствами они все-таки меньше вот здесь будет все зависеть от того какой выйдет если здесь будет какое-то позитивное восстановление по сравнению с предыдущим 47 8 то мы увидим еще больше укрепление евро к доллару и вообще это послужит дополнительным позитивом для мировых рынков так дальше у нас что дальше у нас ну еврозоне это не столь существенно как по германии так индекс деловой активности производственной секторе сша вот но это в принципе тоже такое событие она как бы умеренно влияет на рынке вот дальше индекс деловой активности промс секторе и мая асм вот он 6 часов выйдет то есть 15 минут и вот здесь вот может быть весьма волатильна потому что видите уже прогнозируют что будет определенное снижение если реально будет здесь существенное отличие вниз мы увидим негатив по фондовым площадкам и вообще по ситуации в мире но по логике вещей то есть вот на фоне тех событий которые произошли его наверное более вероятно должны нарисовать позитивным но чтобы как бы укрепить чтобы на дно не пошли рынке то есть чтобы был определенный позитив вот должен все-таки заметить что вот эти данные которые в германии предоставляется они наиболее скажем так независимы по сравнению соединенными штатами тем более российской федерации или китая то есть там просто очень высокая степень прозрачности а вот в тех же штатах там все-таки определенная ангажированность она присутствует и в большей степени чем в германии или других странах так так что посмотрим 6 часов как будут события развивать 2 числа будет публикация отчетности по мсфо детского мира так друзья далее вторник 3 марта но здесь вот что примечательно но там выступление представителей если 11 часов то есть это здесь определенное влияние на евро и индекс доллара но это не суть важно во первых 1230 данные по южной африке выйдут ну казалось бы что такое южная африка где южная африка где россия весь остальной мир на самом деле вот это государство она тоже входит в число развивающихся стран как российская федерация бразилия вот и она является своего рода прокси на состоянии экономик развивающихся стран и мерзинс макетс и вот на самом деле то что он показывает вот такие низкие значения просто ввп это по сути в наибольшей степени отражает реальное положение в развивающихся странах но за исключением там китая и индии где достаточно низкая база и там просто обязан быть очень высокий просто ввп вот и то есть вот эта цифра она в общем то но она является указателем флюгером на то какое реальное положение дел в части роста ввп в российской федерации ну и в бразилии тоже так поэтому ну я не говорю что именно такой но вот она показывает что на самом деле как бы никакого роста ввп нет идет стагнации причем очень сильная так дальше в 1300 индексы потребительских цен по еврозоне идут вот здесь какой момент существенный в зависимости от индекса потребительских цен его соответствия несоответствия ожидаем ожидания свою политику формирует ецб манеритарная то есть у них тоже есть определенная обязанность борьбы или по крайней мере контроля инфляции но у них это не возведено в ранг там и единственных правильных полномочий которые надо выполнять то есть они достаточно гибко к этому подходит но тем не менее если идет существенное отклонение от прогнозируемых данных то есть если идет рост инфляции значительный они соответственно денежную массу могут снижать для этого есть различные меры воздействия если соответственно инфляция она не дотягивает до этих значений она меньше то как вариант они будут увеличивать денежную базу различными способами и это будет приводить к снижению евро против других валют поэтому в принципе это достаточно показательный такой индикатор в части того как будет формироваться курс евро так мы что у нас дальше уровень безработицы по еврозоне в целом ведь у них какие в европе высокие показатели то есть у них просто никто не подрисовывать там не не ими никак это не скрывает статистика более или менее корректно формируется и поэтому у них получается вот такие вот показатели так ну и дальше в три часа ввп по бразилии у нас это но кстати у тоже по бразилии видите какие значения они в общем то мы не такие как по российской федерации они ниже то есть это говорит о том что все таки то что по российской федерации показывается она не совсем как бы близко к реальности хотя бразилии тоже это страна которая у нас очень достаточно высоким уровнем всевозможных там дел непонятных вот и поэтому наверное как бы здесь показатель они тоже так подозреваю рисуется изрядно ну и в 2250 речь члена фрс мистер но я не думаю что здесь какая-то существенная информация по манеритарной политики она будет озвучена скорее всего это произойдет чуть позже так давайте посмотрим что по россии в это время ожидается намечает так на по российским компаниям 3 марта публикация финансовой отчетности по аэрофлоту по мсф соответственно здесь будет определенная волатильность по акциям аэрофлота дополнительно так далее среда 4 марта что у нас здесь ожидается ну до рынка вы до открытия площадки выйдет индекс деловой активности услуг пьемой от кауксина китайского но сектор услуг это не столь критичный показатель как индекс деловой активности в производственном секторе то есть она может определенное влияние оказать это величина но не столь существенно так далее индекс деловой активности секторе услуг российской федерации на 54 мне кажется 54 это слишком высокий то есть он все-таки по ощущениям наверно где-то от 45 до 50 скорее всего так далее объем розничных продаж германии месяц к месяцу так индекс инфляции так так но дальше идут такие все значения они не очень критичные не очень значимые существенно только 1615 изменение числа занятых не сельскохозяйственном секторе это дп то есть этот действительно может повлиять на американский рынок на мировые рынки потому что соответственно если здесь будет снижение занятых то это говорит о том что ухудшается состояние американской экономики которые в общем-то достаточно значимо для мировой экономики и поэтому ухудшение вот этого показателя его может ну с учетом особенно текущей ситуации нервной рынке общем-то ввалить ну или наоборот скажем так проявить достаточную долю негатива и заставить их расти позитива и соответственно вынудить их рак ростом так что у нас дальше идет дальше у нас идет 6 часов индекс менеджеров по снабжению не производственной сферы здесь тоже может быть движение на этом показатели и 1830 наши любимые запасы сырой нефти соответственно вот здесь по нефти бывает движняк но последнее время корреляция относительно того рост не рост запасов ценой на нефть она несколько искажена так далее выступление президента это не столь существенно бежевая книга не столь существенно так это у нас среда 4 марта давайте посмотрим по российской федерации что ожидает так 4 марта закрытили реестр акционеров черкизова для участия совете директоров совете акционеров не директоров так и 4 марта заседания директоров газпрома будет обсуждаться приобретение доли уставном капитале газпром добыча шельф южно-сахалинск так далее четверг 5 марта но в ночь здесь будет речь членов рс буларда вот к кстати здесь вполне могут какие-то предложения быть озвучены касательно касательно ставки фрс поэтому несмотря на то что вот это событие она двумя бычками обозначена здесь может быть достаточно существенное влияние на рынок далее в час заседание опек но здесь как бы тоже непонятно почему два бычка на самом деле как бы по факту этого заседания могут быть приняты решения по поводу снижения добычи нефти и это как к срочной перспективе повлияет на добычу нефти и соответственно на цену на нефть если будет принято решение по снижению это послужит опорой для роста цен на нефть но должен сказать что вот эти все решения если даже быть принято сократить добычу нефти они долгосрочной перспективе никакой роли скорее всего не играют потому что нефть которую перестает добывать опек она будет замещаться нефтью которые будут добывать сша и поэтому здесь ну как в краткосрочном перспективе это будет игра в средней долгосрочной перспективе она только хуже сделает для тех кто сократил добычу так наталья международные резервы банка россии охотно верю что они в этот раз вырастут так число первичных заявок на получение пособий но вот это кстати тоже важный индикатор если он растет то есть больше заявок это говорит о том что в экономике сша все не так радужно как представляет дональд трамп так мы дали уровень производственной активности объем промышленных заказов мы тоже вот такие индикативы которые они в общем-то играет определенную роль но не является жизненно важными они как бы сильно рынок скорее всего не двину хотя вот это число первичных заявок а в общем то может ощутимо управлять непонятно почему здесь только две головы у бочка так что касается российских компаний 5 марта ожидается отчетность по мсфо русгидро и здесь скорее всего будет определенная волатильность в акциях русгидро так друзья далее пятница 6 марта мы здесь опять речь членов рс каплан ну тут они практически каждый день поэтому тут будем динамику отслеживать что там происходит и что у них намечается потому что они чего-то это самое как шутка голоса и птицы распились очень сильно так дальше 10 объем производственных заказов германии но как бы здесь вот тоже такой момент щекотливый вроде как это характеристика она не признается сильно значимой то есть умеренно значимый но тем не менее если она провалится это на курс евро может достаточно негативно повлиять так же как если она вырасти это будет плюсом для курса евро поэтому не всегда мне понятно логика присвоение этих степеней так ну и в 13 00 в пятницу ждет нас заседание опек здесь я так понимаю будут озвучиваться какие-то либо ключевые либо близкие ключевым решение в части изменений сокращения добычи нефти и поэтому у нас следующая неделя она будет достаточно насыщенной для цен на нефть судя по той ситуации которая сейчас произошла но здесь просто напрашивается логический ход перед заседанием опек нефть опустить и потом выйти там со словами что мы либо там сокращаем добычу либо там мы будем рассматривать сокращение добычи ну то есть принять либо какие-то решения которые будут связаны с сокращением добычи либо сделать какие-то заявления обещания словесную интервенцию так называемый который касается того что может быть снижена добыча нефти и в таком ключе ну как бы это просто естественной манипуляции сначала нефть снизили закупили и на заседание опек цена отскочила там до те же 56 57 но косвенно данное утверждение может подтверждаться тем что данные посад который в пятницу опубликовали по нефти они отнюдь не являются провальными они как бы говорят как раз о том что вполне вполне по нефти может быть движение вид ну вот собственно говоря соты то есть позиции американских трейдеров по нефти которые вышли в пятницу двадцать восьмого то есть предыдущее значение было 396 стала 431 рост лангов почти десять процентов то есть сами понимаете на обвалившейся нефти ну там конечно с некоторым временным лагом то есть это не прямо там на пятницу дается это характеристик характеристика но тем не менее то есть это говорит о том что в ожидании опек заседание опек идет наращивание позиции по нефти и поэтому в силу вот этих причин мы вполне как бы на предстоящей неделе можем увидеть позитивное движение по нефти но отскок на уровень там 54 56 может быть даже 58 но здесь не стоит забывать о том что пробитие 50 долларов за баррель по бренду и закрепление под этим значением она скорее всего приведет к обвалу на 47-45 вот и поэтому данное обстоятельство нужно держать в голове и об этом помнить потому что здесь все определяется вероятностью процессов так но вернемся к пятнице какие здесь значимые события кроме заседания опек так индекс потребительских цен месяц к месяцу и год году это фактически вот это вот значение которое она определяет на которой медитируют то пожалуй наверно единственное значение на которой медитируют мега регулятор исходя из которого формируют свою манеритарную политику хотя ну как бы во всех странах центробанки которые они как бы на своей работой занимаются они в общем-то медитируют на экономический рост а не назначение инфляции видимо как бы в определенный момент что-то при развитии пошло не так и поэтому приоритеты они общем-то отличные от других центробанков но вот этот показатель если он получается в том пределе в котором прогнозируется если здесь нету взрывного роста то есть если он будет 2 и 3 процента или ниже и тем более если он будет ниже по на заседании cb следует ожидать дальнейшее снижение ставки и соответственно если получается это значение очень ниже существенно ниже там полтора процента например то тогда значит могут быть весьма смелые решения в части снижения процентной ставки потому что деинфляция низковато так ну и далее идет достаточно важная статистика это средняя часовая заработная плата объем экспорта импорта по сша в 1630 и изменение числа занятых не сельскохозяйственном секторе сша то есть вот это опять как бы значение которое она влияет показывает на то что на самом деле происходит в экономике сша и поэтому меньшее значение чем ожидается они могут приводить корректировки даже обвалу рынка сша вот и соответственно высокие значения выше ожидаемых они говорят о том что все хорошо и может быть какой-то краткосрочный всплеск рост так ну и далее уровень безработицы сша в 1630 тоже предыдущие значения которые были 7 февраля здесь произошел небольшой рост безработицы казалось бы три с половиной там 36 то есть тут разница она не очень велика если мы посмотрим график 16 года здесь шло планомерное снижение вот этого самого уровня безработицы на приход к власти трампа и соответственно тренд на увеличение занятости снижение безработицы и соответственно население сша должно быть довольна тем что у них такой хороший президент он печется об экономическом росте о росте благосостояния о снижении реальной реальной безработицы вот они о том чтобы была низкая инфляция но здесь есть в этом и негатив потому что низкая безработица она исторически всегда предшествовал каким-то кризисам и потрясениям и сейчас получается вышли на вот это минимальное значение ранее мы этот вопрос детально с вами рассматривали сейчас фактически значение она как в 69 70 году вот ну и другие все кризис если мы посмотрим всегда кризисом предшествовало снижение достижения определенного минимума локального либо исторического и последующий соответственно всплеск рост на фоне кризисных явлений поэтому здесь в общем то надо понимать что вот эта ситуация она может любой момент разрешится взрывным ростом на фоне кризисных явлений но здесь есть очень сильный сдерживающий фактор это то что в ноябре выборов сша и скорее всего до ноября вот эта ситуация она где-то плюс-минус будет поддерживаться в текущем диапазоне вот но здесь какой может быть тревожный триггер если вот ближайшие данные по безработица сша не покажут какой-то существенный рост то что то что выйдет на новой неделе и потом дальше она там будет не в пределах предыдущих значений и ожидания допустим покажет 4 процента или 39 вот такие сбои они могут свидетельствовать о том что что-то пошло не так и уже приближаются кризисные явления но на самом деле я думаю скорее всего будут все держать в разумных пределах потому что вы выборы должны пройти более или менее гладко независимо от того кто на них победит так давайте посмотрим что в россии так в россии ничего не ожидается